Народ, всем здорова! Это новый маленький велоблог, я просто расскажу про некоторые свои обновки, это Саня, и это не моя обновка, просто Саня в прошлый раз получил свой дар, фонарик. Это тебе мигалочка, и это тебе офигенский фонарь, мигалочка это еще такое, а вот фонарь реально офигенский. Так уж получилось, что я обиделся, я ему подарил фонарик, я обиделся и думаю, а фиг ли, а мне аж, а как я. Ты доволен хоть? Офигенно. И я захотел офигенный фонарик, поэтому вы мне советовали, я думал, честно я признаюсь, я думал, вы мне посоветовали очень давно, когда смотрели обзор Лизайн, сказали, Саня, Лизайн говно, хотя я такого не говорил, я так не считаю, я постоянно езжу с Лизайн, но у Лизайн есть один действительно большой недостаток, когда ты едешь далеко, если он разрядился, тебе надо его долго заряжать от пауэрбэнка, я уже прочувствовал на длинной поездке, что это неудобно, надо, чтобы в фонарике на длинной поездке можно было заменить батарейку. Вы мне советовали Феникс, причем многие писали про модель BC21R, держите Феникс BC21R. Я не знал, что это такое, поэтому я просто почитал ваши комментарии, пошел и купил, поэтому когда вы советуете, советуйте, пожалуйста, хорошее, потому что я так же, как и вы, могу повестись. Но, должен сказать, что фонарик действительно получился хорошим, и сейчас я вам расскажу, естественно, я купил не просто с закрытыми глазами, я его выбирал, и он получился, наверное, самым универсальным. Сейчас объясню, почему. Вот, собственно, сам фонарик, сразу скажу, что он некрасивый, выглядит он ужасно, он уродский, он ужасный. Саня, он тебе нравится? Мне кажется, могли бы форму получше придумать. Но, материалы, как он ощущается, он очень качественный, он водонепроницаемый, ко всему остальному претензий нет. У него есть крепление на руль, и фонарик сам крепится уже к этому креплению, достаточно просто. Вот это крепление на руль, оно состоит из площадки и резиночки, достаточно стандартно. Закрепить можно на несколько шагов, ну, у меня на самом плотном моменте руля затягивается как раз на первую. Площадка держится хорошо, она не ходит туда-сюда, там она уже остается, то есть вы ее не дергаете, а фонарик просто цепляете вот таким образом. Тец, защелкнулся, там, уровень все настроили. Как минус, должен сказать, что мне писали, мол, он шатается туда-сюда, когда ты едешь по брусчатке. Если ты действительно долго едешь по брусчатке, типа вот нашей Екатерининской дороги, он может чуть опускаться, но держится он плотно. Если сравнивать с такими креплениями, то они все могут чуть-чуть опускаться. Тебе надо брать фонарик с креплением на зажимах винтовых, тогда он уже не будет опускаться никак, но это не так удобно, потому что если его надо снять, там это намного менее удобно делать. Ну и вот сам фонарик, включается он по зажатию кнопочки включения. Когда он включен, мигают по бокам еще красные вот такие лампочки. Или горят, или мигают, в зависимости от режима. И это также добавляет безопасности, вас со стороны хорошо видно. Есть несколько режимов. Фара или светится и мигает одновременно, что очень хорошо. Днем с таким хорошо ездить. Или светится слабо, сильнее, сильно и еще сильнее это испепеление асфальта, я называю режим. В таком он естественно живет что-то около часа. Сейчас очень темно, я специально приехал, чтобы показать вам как работают фонари и большой и маленький. Начнем с велосипедного. Вот так фонарь освещается сбоку и вас реально видно со стороны, это реально круто. То есть если сбоку машина едет, то как раз этот фонарь поможет ей увидеть вас. Теперь пятно, вы можете регулировать его дальность. Это самый слабый свет, это сильнее, это сильнее, это самый сильный, испепеляет просто. И это самый слабый свет плюс мигалка, то есть это для передвижения днем. В таком режиме боковые огоньки мигают. Ну и кнопка, она подсвечивается и когда фонарь разряжается, она светится красным светом. Собственно, что хорошего в этом фонарике, он заряжается по microUSB. Вот здесь есть под заглушечкой, чтобы вода не затекала, потому что он водонепроницаемый, под резинной заглушкой. Ты подключаешь сюда провод и заряжаешь. Мне это нравится, я в прошлый раз говорил, что для меня это критерий при выборе. Но, как я сказал, от пауэрбэнка в походах неудобно заряжать, поэтому здесь есть батарейка. И изначально здесь уже в комплекте есть фениксовский аккумулятор на 2300 мАч. Но это батарейка, которую вы можете докупить. У меня таких несколько есть. И когда одна у вас села, вы сюда просто закидываете другую и не паритесь. То есть в путешествии, в походе это отличное решение. Конечно, можно также найти фонарь с большой батарейкой, которая крепится на раму. Но я считаю, что это извращение. Потому что тебе надо кучу проводов проводить, на раме что-то крепить. Мне это не нравится. Вот это изящное решение. И лупит фонарь? Реально, дай боже. До 880 люмен он лупит. И это действительно сильно ярко, если что. То есть не так может быть ярко, как у Сани. У него там вообще прожектор. Но этого хватает на любой случай жизни. Даже когда ты на шоссере едешь, чтобы ты вокруг себя видел совершенно все. Фонарик я покупал в магазине Fonaric UA. Потому что фонари надо покупать в магазине фонарик. Самокаты надо покупать в магазине самокат. Велосипед в магазине велосипед. Ну правильно? Я покупал у тебя велосипед. И я у них купил не один фонарик. Я уже говорил в видео про самокаты. Что меня пугает то, что чаще всего я хочу купить что-то одно. А мне потом делают скидку или еще что-то. И я покупаю два. Я Паткин в такие темы. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь. Я себе купил фонарь дополнительно Fenix TK35UE. UE, если быть точным. И это фонарь, который мне нужен для экспедиции. Он не будет использоваться постоянно. Он нереально яркий. Естественно, вечером я зато еще и покажу. И у него есть режим стробоскопа. Вот когда такой режим ты включаешь где-нибудь в комнате вечером. Ну это просто швак. Теперь покажу вам вот этого зверя. Это самый слабенький. И теперь я переключаю сильнее. 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 Ну и финально покажу вам, как оба фонаря светят в комнате. Чтобы было на примере понятно. Вот это минимальная яркость велосипедного. Больше. Больше. Самая яркая. Когда вы направляете в потолок, то в принципе комната выглядит даже как освещенный. Если мы в центр встанем, ну выглядит круто. А теперь посмотрим, как работает другой фонарь. Минимальная яркость. Больше. Больше. Вот это, друзья, просто дневной свет. Нереально. Но это не все. Здесь есть режим стробоскопа. На самом деле, я не знаю, зачем он сделал. Наверное, для каких-то спасательных целей. Но это тупо жесть. Я даже не знаю, камера передаст ли такую частоту мигания. Вот так светят эти фонарики. Фонарь реально долго живет. Он алюминиевый. Он полностью водонепроницаемый. Противоударный. И питается от двух батареек, как в том фениксе. Вот как выглядит его сердцевина. Сюда вставляются батарейки. И все это собирается внутрь корпуса. В комплекте, к слову, есть вот такой кофр на ремень. Или еще куда-нибудь, куда вы можете его повесить. И в нем, собственно, этот фонарик можно хранить. Не на каждый случай жизни. Я не думаю, что он, в принципе, мне нужен был бы, если бы я не ездил время от времени в экспедиции. Велосипедного хватило бы. Но реально лупит сильно далеко. Живет долго. И для длительных походов тема то, что надо. Заходите по ссылочке в описании. У них там очень много фениксов. Также в этом магазине я брал и ножи, которые мы с Саней тестили. Не называй их ножом. Ножики. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Пишите еще какие-нибудь рекомендации. Буду все тестить. Подписывайся на канал, если ты здесь первый раз. Поставь видео палец вверх. Всем пока.